Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Главные темы сегодня – плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ну, конечно, слабовато идёт, потому что очень большая загруженность преддомовой территории на парковках автомобилей. То есть очень неудобно. Четыре городских территории будут отремонтированы в текущем году. Объём выполненных работ вопросов не вызывает. Мы видим, что программа работает и работает так, как задумано. Число коек в ковидном отделении с этой недели дополнительно снижено до 50 единиц. С учётом улучшения ситуации с коронавирусом, такого числа вполне хватит для обслуживания населения. На данный момент по ковидному признаку в МСЧ-135 находится 48 человек. Об этом сообщил начальник больницы 16 февраля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В субботу пришла вакцина у нас, 3000 доз. Поэтому темпы вакцинации мы не останавливаем, только наращиваем. На утро сегодняшнего дня привито 1608 человек первичным компонентом. И вторым этапом у нас привыто 547 человек. Нарастающим итогом к этому дню, по данным ФМБА, в Десногорске зарегистрировано 2010 случаев ковида. Выздоровело около 77%. За неделю прирост заболевших составил 28 человек. По коронавирусу – 22 с пневмонией. В основном болеют взрослые люди старше 50 лет. За последние недели отмечается некоторое снижение регистрации заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения города Десногорска. На борьбу со стихией, которая бушевала в городе в прошедшие выходные, выведена вся коммунальная техника и персонал. Снега вывезено почти тысяча кубометров. Но коммунальные предприятия сообщают, что этот показатель мог бы быть и выше. Ну, конечно, слабовато идет, потому что очень большая загруженность перед домовой территорией на парковках автомобилей. То есть очень неудобно. Очистить город после прошедшего снегопада службы обещают до конца текущей недели. В минувшем году по программе формирования комфортно-городской среды было отремонтировано 5 территорий Десногорска. Успешный опыт перенят и на 2021. Будут отремонтированы 4 городских участка. Аукционные процедуры, необходимые для реализации проектов, уже начались. Под реализацию в этом году у нас попадает 3 дворовых территории. Одна из них – это территория, на которой мы находимся. Это первый микрорайон, дом 14. Вторая территория – это первый микрорайон, дом 7. И третья территория – это шестой микрорайон, дом 178. Жители двух последних домов выбрали софинансирование. Поэтому там работы будут масштабнее. Появится детское игровое оборудование. Его установят дополнительно к бесплатному обязательному перечню изменений. Ремонту дороги у дома, тротуаров, расширению парковочных мест и замене малых архитектурных форм. Также в рамках этой программы будет реализована в 2021 году одна общественная территория. Это у нас парковая территория 4 микрорайона. Дополнительно будут расширены пешеходные дорожки. Будут отремонтированы те дорожки, которые на текущий момент не производился ремонт. Дополнительно установлено будет уличное освещение и обширная система видеонаблюдения. Работы начнутся ориентировочно с апреля и продлятся примерно до сентября. В целом, федеральная программа формирования комфортно-городской среды действует до 2024 года. А ближайший год для реализации новых заявок в Десногорске – 2023. В конце выпуска о погоде. 18 февраля в Десногорске переменная облачность и небольшой снег. Днем минус 15, ночью будет минус 20. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!